Это территория КАН на телеканале КРТВ. В студии Наталья Гончарова. Здравствуйте. Библиотеки сейчас перестали быть обычными книгорханилищами и стали уникальными культурными и информационными центрами, центрами самореализации, саморазвития и самообразования. 16 библиотек округа сегодня объединены в единую библиотечную сеть. В каждой из них реализуются интересные для жителей проекты. Есть школа программирования, детский краеведческий клуб, арт-студии, творческие мастерские, проходят исторические лекции и концерты. Несмотря на развитие электронных форматов получения информации, все это пользуется спросом у населения. О том, как с пользой провести свой досуг, получить новые знания и впечатления, принять участие в интересных проектах и даже реализовать свой проект, сегодня мы поговорим с директором муниципального учреждения культуры Красногорская централизованная библиотечная система Еленой Смирновой. Здравствуйте, Елена Юрьевна. Здравствуйте. Давайте начнем с, наверное, самого интересного. Ну, хотя с интересным в библиотеках у нас всегда и все, потому что действительно огромное количество мероприятий. Не только просто пришел, взял книжку и ушел, но теперь можно проводить досуг действительно в библиотеке и очень интересно и насыщенно. Давайте поговорим с оригинальным поэтическим фестивалем «Русский слог». Красногорск – один из десяти городов-участников, которые, соответственно, участвуют в этом мероприятии. Каким образом, какие мероприятия в рамках этого фестиваля запланированы? Фестиваль пройдет на нашей территории 6-8 июня. 6 июня для поэтов-участников фестиваля, которые прошли отбор экспертного совета в Центральной библиотеке, состоится мастер-класс «Основы поэтического мастерства в разрезе истории русской литературы». Вести мастер-класс будет российский писатель, поэт, литературный критик, переводчик Максим Замшев. Он является главным редактором литературной газеты и председателем Московской организации «Союза писателей России». И также председателем экспертного совета фестиваля «Русский слог». 7 июня мы приглашаем наших жителей, почитателей поэзии в кафе «Рэд Финч Пап». Там состоится еще один этап этого фестиваля. «Стихи на десерт» он называется. В кафе будут выступать поэты-участники и наша библиотечная рок-группа «Краснокнижники». Но приглашаем всех, скучно точно не будет. Это новый формат и для нас, и для кафе. 8 июня в 6 часов вечера на живописной набережной в микрорайоне Павшинская пойма, завершающий этап фестиваля в нашем городе, поэты на улицах города. Будут выступать поэты-участники из Тулы, Сергиева Посада, Москвы, Химок и, конечно, Красногорска. И также будет выступать народный коллектив «Ансамбль Гуссеров Купина». Приглашаем всех на мероприятие фестиваля. Действительно очень интересно и насыщенно. Я думаю, что наши телезрители воспользуются вашим приглашением и действительно придут на все эти мероприятия. А вот, кстати говоря, даты вот такие, о которых вы говорили, вот этот вот фестиваль будет проходить, они еще связаны с другим именем, именем Александра Сергеевича Пушкина, потому что его день рождения отмечается, причем в этом году юбилей, 225 лет. Наверняка библиотеки не остались равнодушными к этой дате, и огромное количество мероприятий связано и с этой датой. Да, главные дни празднования юбилея Александра Сергеевича, это 6, 7, 8 июня. Немного остановлюсь на мероприятиях празднования. 6 июня мы приглашаем всех в библиотечный сквер. Там состоится литературная программа с участием поэтов литературного объединения «Звонкая строка». Будут звучать стихи Пушкина и стихи о Пушкине, посвящение наших красногорских поэтов. 7 июня в народный коллектив «Литературный театр отражения» приглашает жителей в Центральную библиотеку на литературную программу «Пушкинское время и пространство». 8 июня мы проводим в библиотечном сквере детскую интерактивную программу. Там на неведомых дорожках. И будем проводить мастер-класс, который называется «Семья» по подготовке маленькой книжечки по сказкам Пушкина. Вот, я только хотела сказать, наверное, по сказкам наверняка. Для детей и для взрослых. То есть, все такая насыщенная программа будет. А 8 числа что-то? Вот 8 у нас как раз будет днем интерактивная программа в библиотечном сквере. А вечером мы приглашаем всех на живописную набережную в Пашинской пойме. Ну и кроме того, Пушкин входит в культурный код Красногорска. Поэтому не праздновать мы его не можем. А вот расскажите, пожалуйста, про культурный код чуть подробнее. Что вообще включает в себя культурный код нашего города, нашего округа? Министерством культуры и туризма Московской области разработана стратегия развития культурно-туристического комплекса Подмосковья. Для каждого города определены культурные коды мирового значения. Культурный код – это историческая и культурная уникальность Красногорской земли, связанная с именами известных людей, событий или объектов исторических каких-то, которые входят в общую систему ценностей и традиций российской национальной культуры. И вот для нас, для Красногорска, определены культурные коды, которым, наверное, главным является Александр Сергеевич Пушкин. Поэт дважды бывал в усадьбе Архангельска у князя Николая Борисовича Юсупова в 1827 году и в 1830 году перед женитьбой на Наталье Гончаровой. Князю же Александр Сергеевич посвятил стихотворение «Квельможа», которое считается одним из признанных шедевров пушкинской классики. Также к культурному коду Красногорска относится театр Гонзага, который входит в музей-заповедник Архангельска. Это театр, единственный сохранившийся, построенный в 1819 году Николаем Борисовичем Юсуповым, созданный Пьетро Гонзага. Также в культурный код Красногорска входит коллекция западноевропейской живописи. В музее-заповедник Архангельска 17-18 века это признанные мастера живописные мирового значения, это Джованни Тьеппола, Клод Верне и другие. Кроме этого, в культурный код Красногорска входят имена таких известных российских поэтов, как Константин Бальмонт, поэт Серебряного века, получивший мировое признание, потому что в 1923 году он номинирован был на Нобелевскую премию. А в 1899 году Константин Бальмонт с мая по сентябрь бывал здесь, на Красногорской земле, на даче в Лисе и горах. Это, ну, по современной обстановке, это место недалеко от плотины. Ну, и также бывал в усадьбе Знаменская Губайлова. Здесь он работал над сборниками «Горящие здания» и «Будем как солнце», которые являются центральными в его творчестве. Также к культурному коду Красногорска относится творчество поэта Валерия Брюсова. Он также относится к поэтам русского символизма, и его творчество переведено на большинство европейских языков. И уже в 1899 году по приглашению Константина Бальмонта он также бывал здесь, в усадьбе Знаменская Губайлова. И здесь работал над сборником «Третья стража», который был издан в 1900 году. К культурному коду Красногорска относится Красногорский механический завод. Как международное, это крупнейшее оптическое производство мирового уровня. В 1958 году на выставке в Брюсселе завод получил гран-при и золотую медаль. А в 1965 году золотую медаль на выставке на ярмарке в Лейпциге. К культурному коду отнесен фотоаппарат «Зенит», например. Зеркальный фотоаппарат, который наш Красногорский завод производит с 1952 года. К культурному коду Красногорска отнесена знаменская мануфактура. Наверное, наши жители сейчас уже и не помнят о таком названии. Но это было ведущее предприятие в текстильной промышленности, которое выпускало шерстяные и полушерстяные ткани в конце 19-го, начале 20-го века купцов Поляковых. Эта мануфактура была признана на международном уровне. И в 1893 году в Чикаго она получила медаль на выставке, и в Париже в 1900 году также она была отмечена. Ткани этой мануфактуры продавались на Нижегородской ярмарке на Меновом дворе Европы и Азии. К культурному коду Красногорска можно отнести, точнее отнесен уже российский архив кинофото документов. Крупнейший в России и один из крупнейших в мире хранилищ, история которого начинается в 1926 году. В его фондах хранится более 1 миллиона 220 тысяч фотографий и более 255 тысяч кинолент, кинопленок. Культурных кодов по нашему городу их достаточно много. Среди них там и фестиваль Красногорский, и фотография, космическая фотография, и защита планеты. Но мы остановились на самых важных. Я думаю, что часть из них, это как раз к библиотекам очень связано. Это и поэты, которых вы назвали Серебряного века, и Александр Сергеевич Пушкин, и, естественно, я думаю, история усадьбы Архангельской. Тоже можно найти все у вас в библиотеках. Да, у нас подготовлена выставка, называется «Культурный код Красногорска». Мы все-таки рассматриваем это как краеведческий проект, и в рамках этого проекта проводим, конечно, большое количество мероприятий, популяризируя, так сказать, историю родной земли для наших детей. Прекрасно, то есть найти можно все в библиотеках, в любой, я думаю, но в центральной, конечно, прежде всего, хотя библиотек по нашему округу, как я и сказала вначале, это 16 таких, которые связаны в вашу систему. А вот у вас еще очень интересный проект, который связан с именем Пушкина, это «Пушкин здесь». Почему вообще такое название? Ну, сам проект был разработан к 225-летию Пушкина, и реализуется он как раз на 16 библиотеках, а не только в центральной библиотеке. В рамках проекта проходят литературные встречи, мастер-классы, интеллектуальные игры, квесты. Название такое, потому что произведение Пушкина сопровождает нас всю жизнь. От младенчества. От самых юных лет, когда нам читают сказки, от изучения произведений Пушкина на уроках литературы, и до того, как мы возвращаемся к Пушкину уже в зрелом возрасте. И, наверное, нет в нашей стране человека, который бы не знал и не любил произведения Александра Сергеевича. Пушкин здесь, потому что он в нашем сердце. Пушкин здесь, потому что наиболее полная коллекция его произведений собрана в библиотеках Красногорска. И Пушкин здесь, потому что памятник Пушкину, созданный Михаилом Альтштулером, установлен в библиотечном сквере. Первоначально этот памятник появился на территории Красногорска в 1957 году, так скажем, Красногорской земли более корректно. И уже в 2019 году он получил место постоянной прописки, это библиотечный сквер. А что нового появилось вообще в вашей работе в связи с культурным кодом и с Пушкиным здесь? Ну, у нас появилось новое направление. Мы активно развиваем экскурсионные направления совместно с программой Кэпи-Квест. Мы проводим экскурсии на территории города, на территории усадьбы Знаменской. Ну, самый популярный сейчас такой вот экскурсионный проект – это Красногорские тропинки. Это экскурсионные прогулки по территориям парков Красногорска. Вот одна экскурсия у нас прошла не так давно – это экопарк «Времена года весна». Мы провели экскурсию в рамках культурного кода. Экскурсия «Практикум» прошла «Зимние приключения» в Академии Петрова в рамках сотрудничества с Академией Петрова. Сейчас вот ближайшая экскурсия у нас состоится 9 июня. Она проходит в рамках проекта «Городские истории». И посвящена она будет истории нашей земли 19-20 века. Действительно очень интересно. Я думаю, а кто прежде всего участвует в этих экскурсиях? Кто может прийти? Это дети, взрослые, кто? Или все вместе? В основном это семейные экскурсии. В основном бывают специальные экскурсии для школьников. Мы проводим такие, как «Красногорские тропинки» или «Городские истории». Это семейные экскурсии. И там может прийти от мала до велика. Абсолютно сложно прогуляться по городу и узнать его историю. А активное долголетие пользуется? Да, конечно. Мы работаем с активным долголетием. С ними активно. У нас, кстати, была экскурсия, тренировка называется, с группой по скандинавской ходьбе. То есть 5 километров маршрут и 5 километров им рассказывали историю Красногорска. Такое тоже было. Я думаю, такое насыщенное действительно у них интересное времяпрепровождение. И культурное, и познавательное, и в то же время спортивное. Я хотела спросить, вы знаете, появился еще и новый модуль библиотеки округа на едином портале записи, скажем так, в клубные формирования наших дворцов культуры ЭДК. Что нового появилось вообще и насколько это все удобно для пользователей? Часто ли пользуются пользователи наши, жители округа, вот с записью, скажем так? Ну, цифровизация коснулась всех сфер нашей жизни, и библиотечный процесс, они не исключение. Министерством культуры разработан портал, называется biblio.mosrec.ru, где наши жители могут заказать книги в течение 30 минут в большом электронном каталоге книги из любой библиотеки Красногорска. В течение 30 минут получить на электронную почту подтверждение наличия и возможности получить эту книгу в библиотеке, и в течение трех дней прийти ее и забрать, а сотрудники библиотеки подготовят этот заказ, чтобы было максимально быстро и удобно. Также разработано приложение Майон, он называется, это вот как раз единая система записи в клубные формирования, и там есть модуль библиотеки, в котором, в личном кабинете которого можно получить бейдж, потому что учет посещения библиотеки у нас теперь идет по бейджам, это быстро и сокращает и время поиска читателей, и удобно для нас и для читателей. То есть самое главное, чтобы читателю прийти к вам, это нужно иметь этот бейдж, правильно? Да, к нам можно прийти и без него, мы поможем его получить. Насколько это сложно и что, какие-то документы нужны для того? Документы абсолютно никакие не нужны, нужно пройти регистрацию в личном кабинете и как бы получить сам бейдж, все. И все потом элементарно, и просто можно посещать и мероприятия, и брать книги самое главное. Да, безусловно. А что-то изменилось лет с 20 назад, 30, когда брали, соответственно, книги на определенное количество времени, или сроки не меняются, скажем так? Нет, сроки изменились, раньше выдавали книги мы на 14 дней, на 2 недели, сейчас в связи с внедрением этого сервиса и для удобства наших жителей, книги выдаются на 30 дней с возможностью продления. Но есть такие книги повышенного спроса, вот сейчас начинается пора школьных каникул, когда школьники будут ходить к нам за книгами по школьной программе, и там мы ограничиваем до 10 дней, и это позволяет нам правила пользования библиотекой, потому что книг должно хватить всем, и все должны успеть прочитать всю школьную программу. Прочитать все за лето, да. Да, безусловно. Ну, а что касается, кстати говоря, летнего сезона, наверняка будет огромное количество и мероприятий всевозможных, все равно скучно не будет. Это вот о том, о чем мы с вами говорили в самом начале, и в рамках 225-летия Пушкина, и в рамках русского слога фестиваля, это только начало летнего сезона, а что-то наверняка и в течение всего лета будет. Ну, мы планируем, у нас будет такой общий проект «Нескучное лето», оно называется, это каникулы в библиотеке или с библиотекой. Мы, конечно, планируем проводить и мастер-классы, и мультпоказы, но хотелось бы остановиться на том, что у нас уже работает. Сейчас у нас в центральной библиотеке работает кружок «Игры на гитаре», который ведет наш библиоволонтер, и лидер нашей библиотечной рок-группы Сергей Спирин, работал весь сезон у нас в школе программирования, клуб школьных приключений «Гулливер». В Апалиховской библиотеке в этом году работала творческая арт-студия «Ряба», работал кружок аниме, и сейчас еще работает для подростков, и сейчас идет экспресс-подготовка к школе, это в Апалиховской библиотеке. В городской библиотеке номер один работает школа репототехники. В Нахабинской библиотеке работает кружок русского языка для детей-мигрантов. Проходят мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Линская Усовская библиотека вне зависимости от сезона приглашает в Мастерскую Радости на творческие мастер-классы. То есть у нас достаточно обширная программа, и узнать о ней поподробнее можно как раз на этом портале biblio.mosrec.ru в разделе «События и проекты», там есть такой подраздел «Системное расписание», мы там выкладываем все наши планы, мероприятия, кружки, все, что мы делаем. Ну, я думаю, что вас можно и в соцсетях тоже узнать. Вы наверняка также и в Телеграм-канале рассказываете о том, что у вас предстоит. Да, у нас есть Телеграм-канал, у нас есть две страницы ВКонтакте. Мы ведем свой сайт, у нас все есть. Так что найти можно все, что угодно, главное заинтересоваться. Ну и на этом портале, вот biblio.mosrec.ru, там прямо вот Красногорск выбираешь, и видно все библиотеки, и можно посмотреть интерьеры, там фотографии представлены, можно посмотреть, какие будут события, какие ожидаются, какие кружки работают. И там же можно выбрать книги, то есть под каждой библиотекой открывается прям вот ряд обложек, которые вот можно нажать и выбрать, и заказать. А вот, кстати, говоря о книгах, давайте немножечко поговорим о них. Все-таки, как-никак, но вы в библиотеке, естественно, книги – это все-таки приоритет. Что касается наиболее популярных книг вообще на сегодняшний день, что берут в библиотеках? Ну, мне тут, наверное, хотелось остановиться сначала на государственной поддержке библиотек, потому что, если бы не было этой поддержки, ну, не получилось бы у нас ни новых книг, ничего. С 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин, он поручил разработать программу поддержки детского и юношеского чтения. И вот в рамках этой программы комплектуются библиотеки вообще всей страны, не только Красногорска. Финансирование осуществляется из трех бюджетов – федерального, областного и местного. И вот при поддержке администрации мы за три года действия этой программы получили 7 тысяч экземпляров книг. Немало? Немало. А в 2024 году мы уже получили 3700 книг. Это к этим 7? Или в рамках этих 7? Это в рамках этих 7. Это большое количество книг. Большое, конечно, да. И вот уже в ближайшее время они будут доступны для наших читателей. Ну, процесс обработки литературы, да, там принятие и каталогизация, он занимает какое-то время, но уже в ближайшее время они будут доступны нашим читателям. Чем более столько, такое количество, скажем. Да. Среди наиболее востребованных книг я бы отметила, наверное, произведение Евгения Водолазкина. И мы сейчас получили его последний роман «Чагин». Наверное, произведение Павла Басинского и Юрия Буйды. Среди женских романов это Мария Метлицкая, Марина Степнова. Среди детективов Ольга Володарская, Александра Маринина. У детей пользуются спросом детективные истории Юрия Ситникова и Михаила Самарского. Ну и, конечно, классики нашей детской литературы. Это Виктор Драгунский, Николай Носов. Это мне конкуренция, я вам скажу. Да, все, что пользовалось спросом всегда. Кстати, а вообще классика среди взрослого населения пользуется спросом или нет? Ну, я имею в виду, берут книги, почитать именно классических авторов, отечественных или зарубежных. Ну, хорошая, качественная как бы литература, она пользуется спросом всегда. Да, и наши русские классики, и зарубежные классики отличаются хорошим слогом и хорошим русским языком. Конечно, берут, и, конечно, это востребовано. Любят, то есть это не скучно всегда, естественно, много чего интересного. Вы немножечко начали говорить, когда рассказывали о тех мероприятиях, которые летом предстоят, немножечко о рок-круппе нашей краснокнижники. И в самом начале тоже рассказали, что будут они выступать, как я помню, в Павшинской пойме, правильно? Нет, они будут выступать в кафе. Накануне, да, поддерживать поэтов-участников. Давайте, вот еще у нас рок-фестиваль был, как я понимаю, да, где краснокнижники как раз и выступали, в том числе, как постоянные участники. Вот расскажите поподробнее, как он состоялся, не состоялся? Ну, библиотечная рок-группа «Краснокнижники» — это наша группа, в репетиционной базе которой является центральная библиотека. У нас проходят квартирники у краснокнижников, это одно из популярных в городе мероприятий. И вот из этих квартирников в 2021 году родился рок-фестиваль. И в 2021 году мы проводили его впервые, это был эксперимент, который оказался удачным. И вот в 21 апреля мы провели уже четвертый рок-фестиваль. В этом году мы проводили его в культурном центре Красногории. В нем принимали участие уже знакомые красногорцам группы «Свободный полет», «Код Который», «Леннон Парк», участок Коджика, московская группа, и была новая группа из Перми, «ННП» она называется. И, конечно, наши краснокнижники, которые выступали организаторами этого фестиваля, и тоже там выступали. Но фестиваль прошел очень хорошо. Когда еще можно будет услышать, увидеть, и где, собственно говоря, краснокнижников, кроме вот 7-го числа? Ну, квартирники у нас проходят, вот последнее, крайне было в эту субботу, у нас был фестиваль «Семейный открытый сердце для добра», и выступали, там была акустическая гитара, выступали в том числе и участники группы. Квартирники проходят раз в две недели, у нас по субботам. Сейчас вот летом мы выходим в библиотечный сквер и около памятника Пушкина устраиваем такие летние квартирники. В какое время можно присоединиться? В районе 7 часов обычно это происходит. Вечером. Ну, естественно, как я понимаю, это должна быть хорошая погода, раз... Ну, если погода плохая, то в библиотеке. То в библиотеке, да. Все рядом. То есть все можно услышать в любом случае в этот день, музыка будет однозначно совершенно. Что касается на сегодняшний день, еще хотела, знаете, спросить. Читальный зал на сегодня, он насколько вообще востребован? Приходят или не приходят посетители именно в читальном зале что-то почитать? Потому что огромное количество электронных, в электронном формате возможно получить книг. Много можно получить на дом, как по апонементу. Много мероприятий, которые проводятся у вас везде, скажем так, да. А всегда, в том числе, всегда читальный зал также в библиотеках был очень востребован. На сегодняшний день как это обстоит? Ну, тут надо отметить, что у наших читателей благодаря администрации городского округа Красногорска есть возможность пользоваться базой самой большой электронной библиотекой ЛитРЭС, да. И, тем не менее, в читальном зале всегда есть люди, потому что читальный зал, это, как правило, собрание уникальной литературы, которой нет нигде больше, а в центральной библиотеке это особенно, потому что вот все же самое лучшее, что есть, оно хранится в читальном зале. Конечно, и студенты приходят, и взрослые люди приходят, конечно, да, востребованы. А вот что касается электронного формата, из библиотеки, я имею в виду центральной, можно ли как-то получить в электронном формате или нет, или только с ЛитРЭС? Нет, закон об авторских правах нам не разрешает этого делать, а на ЛитРЭСе можно получить, зайдя через наш кабинет библиотечный, да, для этого надо быть читателем библиотеки, можно пользоваться ЛитРЭС бесплатно, заказывать книги. Прекрасно. Ну, а что касается посетителей ваших, ваших читателей, каков все-таки средний возраст читателя библиотек нашего округа? Я думаю, что, ну, если не брать прям вот детей, совсем детей, наверное, это от 30 лет, наверное, так, может быть, от 25, не знаю. То есть молодежь тоже часто приходит? Молодежь приходит и возвращается в библиотеки, потому что есть мода на интеллект, на умных, образованных людей, и понятно, что интернет – это информация, а библиотека дает знания, причем достоверные. Прекрасно. Да, вот это самое главное. Кроме всего прочего, опять же, можно и в электронном формате почитать молодежи, которые, я думаю, у них востребовано этот формат наверняка. Хотя, возможно, и сами книги… Многие отказываются от электронных форматов, если есть бумажные варианты. В пользу бумажных вариантов. Да, все-таки, да, в нашей традиции, в русской такой национальной, это пользование бумажными книгами. Все-таки намного приятнее раскрыть фолиант какой-то, почитать, вдохнуть, может быть, запах, вот этот вот аромат книги, и, естественно, получить удовольствие от ее чтения, может быть, за чашкой чая, вечером или днем. Спасибо вам большое. Мне бы хотелось, подводя итоги, еще спросить один вопрос. А вообще, как изменилась жизнь библиотек, ну, нашего округа, естественно, в связи со всеми новыми форматами, в связи с появлением огромного количества досуговых мероприятий, мастер-классов, лекций, всего. Что такое библиотека на сегодняшний день? Как вы думаете? Библиотека – это такой культурный центр, наверное, культурно-информационный центр, в котором можно как бы самообразовываться, а можно стать участником каких-то наших программ, можно участвовать в наших мероприятиях, а можно реализовать и свой проект, потому что мы открыты всему новому. И вот, кстати, да, из ближайших мероприятий, совершенно забыла об этом сказать, и в этом тоже можно принимать участие. У нас будет программа «Читающий парк», мы будем работать в детском городке «Сказочный» по субботам и по четвергам на Ивановских прудах, и там тоже можно приобщиться к нашей деятельности, к нашим проектам и стать нашим читателем. То есть вы открыты для всех? Мы открыты для всех. Прекрасно, спасибо вам большое. Мне остается только подвести итоги и сказать, что сегодня мы говорили о библиотеках, о библиотеках нашего округа. В гостях у нас был директор Красногорской централизованной библиотечной системы Елена Смирнова. Спасибо вам большое, Елена Юрьевна. Удачи и процветания наших библиотек. Вы смотрели «Территорию К» на телеканале КРТВ. В студии была Наталья Гончарова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин